На этом этапе. Он может длиться достаточно долго, но он может тоже быстро проходить. Здесь, опять-таки, зависит индивидуально от вас. Он называется этап тревоги. И, знаете, я бы его назвала вот по ощущениям это состояние, когда вы только что выпили чашку крепкого кофе, и у вас есть такое немножечко вот такое вот возбуждение. Вы когда идете, можете сносить все вокруг, да, то есть у вас такое и тревожность, и подъем одновременно, и ощущение, может быть, второго дыхания. Такое состояние, что я типа могу, но при этом вы в тревоге какой-то находитесь. Вот эта тревожность, вот это состояние, оно является таким очень как бы показательным признаком. Но при этом на этой стадии мы, например, потревожились, пережили этот стресс, поехали на два дня на выходные на дачу, отдохнули, и мы себя абсолютно ровно, спокойно чувствуем. То есть вот из этой стадии мы можем еще выходить, например, через там два дня отдыха. Если мы не продолжаем вот эти стрессовые факторы, которые на нас влияют, устранять, то как бы в целом у нас есть возможность выбраться из этой стадии достаточно легко, самостоятельно, без каких-либо интервенций или помощи специалистов. Что для этого важно? Важно, конечно, выходить из этого стресса, важно себя поддерживать большим количеством сна, да, то есть мы засыпаем в 10-30, чтобы в 11 мы уже спали. Важно поддерживать сон в этот момент. Обычно сон в стадии тревоги не страдает, но может, то есть если вы в целом тревожный человек, то может уже пострадать и сон. Вот, поэтому здесь смотрите, если нужно какие-то успокаивающие травки попить и так далее, попейте эти травки, ну и, конечно, давайте возможность восстановиться себе после стресса. Сон лучший способ восстанавливаться всегда на всех фазах. В этом состоянии, да, вот мы используем настороженность, чтобы не спать, когда приходит время ложиться спать. Там может быть такое, что сложно себя уложить в кровать, и вы можете даже чувствовать такой некий подъем внутренний. В этой стадии обычно никаких клинических проявлений еще нет. То есть у вас нету гипотериоза, нету каких-то серьезных нарушений эндокринной системы, гормональных нарушений. В целом вы просто можете почувствовать, что вы после стресса устали. Все. Но при этом вот вы побыли в тревоге, потом вы почувствовали усталость, отдохнули, вышли из этого стресса. Если же вы продолжаете в этой тревоге находиться или какие-то еще дополнительные стрессовые факторы на воздействие, то есть, например, помимо реакции тревоги на какое-то психологическое воздействие с вами, у вас еще на это накладывается какой-то там вирус или бактериальная какая-то инфекция, либо синдром раздраженного кишечника, то скорее вы как бы можете перейти из стадии А тревоги в стадию Б, да, во вторую стадию. Во второй стадии у нас происходит стадия сопротивления. Да, на первой стадии у нас, вот, кстати, на первой стадии ее можно увидеть подъемом кортизола явного. То есть, он будет все время у вас повыше, и у вас будет такое вот состояние эйфории. Часто это используют, когда человек, ну, не знаю, начинает свой стартап, какой-то свой проект. Он полон энтузиазма, он горит этим делом, он работает, не спит ночами, говорит, что он себя классно чувствует, бла-бла-бла-бла-бла, и он переходит медленно в стадию 2 сопротивления, да, то есть, если он вовремя не отдохнул, не остановился, то вот начинает вот это, ну, выгорание, да, происходить. В стадии сопротивления у нас уже происходит вот этот аллостаз, да, то есть, у нас, мы уже не можем вернуться к гомеостазу, к некой базовой, нулевой, когда у нас кортизол, вот, нормального значения, инсулин нормального значения, сахар нормального значения, щитовидка работает и так далее. То есть, у нас происходит процесс адаптации к хроническому стрессу. Что это значит? То есть, у нас, как бы, кортизол понимает, что постоянно вот в таком количестве ему больше не нужно, и он, как бы, начинает постепенно снижаться до некой определенной нормы. В этот момент, когда вы делаете анализы, например, на кортизол, вам, скорее всего, в стадии сопротивления кортизол покажет абсолютную норму. Может быть, вы увидите снижение ДГА, а может быть и нет. Поэтому вторую стадию очень важно именно симптоматически ловить. Здесь очень сложно, вы никак не увидите изменения формы желез, они никак еще не истощились, да, но просто мы в этой стадии начинаем базово чувствовать, как будто бы мы недозаряжены. Что происходит в этот момент? Мы просыпаемся уставшими. Вот, наверное, основной признак того, что мы стали просыпаться уставшими, даже если мы нормально поспали. Мы поспали 8 часов, а все равно утром нету состояния подрываться с кровати, побежать, делать, да. То есть вот этой вот эйфории детского удивления, открытости миру, энергии от нас уже как бы не идет. Нам, скорее всего, уже начинает надобиться вот какая-то чашечка кофе утром, и, скорее всего, чашечка кофе после обеда, особенно там где-то в районе 3 часов дня, у нас прямо, нам совсем тяжело становится жить, хочется прямо сильно поспать, и мы идем за второй уже чашкой кофе в этот момент. В этот момент у нас начинаются, у женщин точно начинаются менструальные какие-то сбои. У кого-то, у кого сильная, хорошая генетика гормональная, репродуктивная, у того может еще быть более-менее стабильный цикл, но может начать уже плавать. То есть, как правило, цикл менструальный удлиняется, но может и сократиться, да, может и обратная история произойти, но, как правило, он может удлиняться. То есть, 28 дней, например, остановится 36-40 или вообще непонятно, как он там происходит, точно появляется синдром АПМС нервно-психической формы, появляются головные боли часто перед менструациями, и могут возникать болезненные синдромы, начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, то есть здесь либо диарея, либо запоры, но помимо этого может проявиться вот этот синдром раздраженного кишечника, может проявиться синдром избыточно-бактериального роста, то есть у нас начинается газообразование, какой-то дискомфорт, явно с желчью какие-то проблемы, ка у нас несформированный, начинает выходить, а какой-то непонятно, то жирный, то зеленый, то наоборот козикакашки, да, то есть у нас начинаются изменения уже в работе внутренних органов постепенно, и может замедляться щитовидная железа, да, то есть начинаются первые признаки гипотриоза, обычно ТТГ у нас поднимается там до двух, до двух с половиной, у кого-то до трех, ну то есть то, что еще в конвенциональной медицине не считается гипотриозом, но в превентивной говорит уже о том, что есть синдромы гипотриоза, начинается отечность, появляется вот, если у вас хороший метаболизм, у вас не появится лишнего жира, у вас не появится скорее всего вот этого ободочка вокруг живота, но если у вас средний или замедленный метаболизм, то скорее всего вы почувствуете, что вы как будто бы опухли, как будто бы есть задержка жидкости в теле, могут появляться отечность вокруг глаз, может появляться вечером отечность на ногах, такая, что вот резинки, следы остаются и так далее, вот, то есть здесь мы говорим, что у нас снижается метаболизм, у нас появляется отечность, гормональные дисфункции, проявляются эндокринные, у мужчин может быть просто снижение полового лечения, может не произойти еще на этом этапе, у мужчин тоже может начать появляться животик, ну, у всех может, могут начать проявляться, если, например, у вас нет физической нагрузки, ну, вот, как бы вы постоянно чем-то занимаетесь, то может начаться проявляться саркопения, да, вот такое вот обвисание мышечной ткани. Что с лицом происходит? Появляются мелкие морщинки и кожа истончается. У девушек, как правило, они могут заметить, если вы когда-нибудь снимаете шлак, то увидите, что ногти начинают слоиться, волосы там где-то начинают выпадать, то есть вы увидите, что как будто ваше сияние, оно куда-то начинает деваться. Очень тоже важный такой признак, перестают блестеть глаза у человека, то есть нет вот такого огонька, азарта в этих глазах, и он может периодически возвращаться, например, при встрече с друзьями, или там, если вы влюбились в этот момент, то есть при определенной дополнительной стимуляции блеск может возвращаться, но базового он отсутствует. И дальше мы переходим к стадии 3, вообще их 4 стадии. Четвертую стадию мы здесь не разбираем, это как раз та самая болезнь Адисона, когда у нас на почечнике уже отказали и не хотят работать. Это клинические случаи, которые мы дадим врачам. Вот на стадии 3 у нас есть 4 подстадии, А, Б, С, Д. Д мы тоже уже почти не трогаем, потому что ее тоже можно отнести уже к болезни Адисона, когда мы совсем себя плохо чувствуем, я могу сказать, что я прошла все эти стадии, очень хорошо знаю, очень сильно вам не советую. И если вы находитесь сейчас в стадии 1 или 2, для вас красные флаги поменять свое отношение к телу, потому что тело – это не квартира арендованная, в которой там можно, не знаю, все ломать и ее юзать, а потом переехать в новую. Вам придется ее чинить. И починка над починком занимает долго. У меня заняло почти 3 года. На стадии 3а у нас умеренная усталость. То есть, условно говоря, вы работаете, то есть вы ходите на работу, вы функционируете, но вот эта вот усталость, она уже вам прямо назойливо мешает. То есть если в стадии 2 вы еще, ну как бы вы чувствуете, что просто в целом энергии меньше, но вы делаете вещи. На вот 3 стадии можно замечать, что, например, вы выполняете то, что важно, но вам не хватает времени или энергии для выполнения каких-то бытовых вещей. То есть то, что у вас не в приоритете, и раньше, не знаю, у вас там идеально начищенные были полы, выглажены все рубашки, то сейчас рубашки лежат горой, а как бы пыль не сметалась больше месяца, потому что это для вас уже не приоритет, и на это у вас не хватает. Это один тоже из таких, ну как бы, хороших показательных симптомов. Вот, на этой стадии проявляется и гепитериоз, и ПМС, болезненные менструации, изменение цикла, может уже проявляться бесплодие, да, и здесь отдых просто вам не поможет. То есть вы съездили, например, отдохнули в отпуск, провели там неделю, вернулись, поработали три дня, и вам снова плохо, да, то есть как будто бы вы вроде бы зарядили, то есть пока вы ничего не делали, были на солнышке, купались в соленой водичке, получали йод, витамин D, отдыхали, спали, все вроде бы, у вас не было тревожности, все вроде бы как бы было хорошо, а как только вы вернулись к своим стрессовым, обычно стрессовой жизни, то энергия достаточно быстро закончилась в течение недели. Это для вас уже прямо сильно такой красный флаг. В стадии 2, скорее всего, неделя-две отпуска вас восстановит, ну и хотя бы там на пару месяцев вам даст какой-то запас энергетический. Что касается стадии 3Б, здесь вы уже работаете на 50-75%, да, ну скорее даже всего на 50%. Если вы посмотрите на вот эту кривую, которая здесь нарисована, то вы увидите, что у нас вот стадия 2, 3А и 3Б, они все проходят вот с таким, написано mild fatigue, да, умеренная, умеренная как бы еще усталость, то есть у вас нет такого, что вы отказываетесь выходить на работу, вы просто лежите на диване, ничего не можете сделать. И вот стадии между 2, 3А и 3Б очень сложно различать, но все больше и больше появляется клинических симптомов. Чем больше клинических симптомов, вот там тот же гипотрез, ПМС, болезненная менструация, отсутствие овуляции и так далее, тем скорее всего вы глубже продвигаетесь вглубь, да, вот этого уже как бы такой сильной усталости. Вот, но стадии 3А, 3Б достаточно все еще можно обернуть, у кого-то займет там 2 месяца, у кого-то полгода, у кого-то год может быть, да, на восстановление зависит от вас, но все еще возможно. Здесь, на этой стадии, если у нас на стадии 1 и 2, вы, скорее всего, чувствовали, могли чувствовать иногда повышенное давление, то здесь у вас будет пониженное уже давление. На этой стадии вы будете чувствовать, ну вот на стадии 3Б 100% вы будете чувствовать, если вы поднимаетесь по лестнице на второй этаж, то ноги прямо, они становятся тяжелые свинцовые, вам прям тяжело подниматься, у вас прямо дышка. Когда вы из горизонтального положения встаете вертикально, у вас начинает кружиться голова. Вам очень сложно без очков выходить на свет, у вас просто зрачок очень плохо уже сужается, расширяется, то есть у него реакция на стресс, потому что свет – это тоже для нас стресс, она совсем замедленная. Скорее всего, вы не можете находиться на улице без очков, я это очень хорошо помню, когда была вот в этой стадии, когда совсем на яркий свет почти невозможно смотреть. Что касается физических упражнений, то они у вас уже будут забирать силы, да, то есть вы чуть-чуть позанимались, у вас одышка, у вас тяжесть, вам нужно лечь полежать, вот можете примерно сказать, что да, стадия 3B, привет. На стадии 3C здесь уже совсем снижается способность выполнять какие-либо задания, часто эти люди уходят куда-нибудь на такую частичную работу, то есть это уже невозможно ходить в офис и работать 8 часов, не 100%, просто, ну, как бы физически невозможно. Вот, и, конечно, уже в этот момент обычно квартиры людей очень сильно захламлены, если, конечно, нету тика на тему там чистоты, да, то есть на обычные базовые функции уже прям совсем нету сил. Не помыта голова неделю все равно, в холодильнике ничего нету тоже нормально. В этом стадии, то есть все, что перечислено выше, оно будет дальше развиваться, и все синдромы будут усиливаться. К сожалению, на стадии 3A, 3B и 3C женщины приобретают фиброзные кисты, миомы, образуются камни в желчетоках, в почках, да, то есть вот эти все образования, они происходят, как правило, на стадии, начиная с 3A. И лечатся они, конечно, уже потом, ну, более жесткими методами, в том числе и операбельными методами, поэтому очень важно не допускать этих стадий, не только потому, что вы будете себя плохо чувствовать, а просто потому, что возникают серьезные заболевания. В стадии 3D большинство людей просто не способны уже работать, то есть есть еще какая-то минимальное функционирование. Обычно на стадии 3D начинается резкое снижение веса, то есть вот все, что там 3B, 3A, 3B, 3C, это еще может быть набор веса, отеки и так далее, то на 3D уже нету сил, обычно полностью пропадает менструация у женщин, потом многолетними практиками восстанавливаются, да, но все-таки восстанавливаются. Может начаться преждевременный климакс, там и в 27 лет такое бывает, и в 35. То есть это уже такая стадия, невозможно встать. Я, будучи в этой стадии, я не могла взять даже телефон в руки, да, то есть это состояние, когда ты не можешь вообще принять ни одно решение в своей жизни, даже ответить на телефон, ты не можешь себя заставить пойти почистить зубы и так далее. Да, безусловно, это клиническая депрессия, но она обусловлена полным как бы уже истощением почек и кры, когда ты не можешь себя заставить встать, да, то есть у тебя кортизола нету, ты не можешь побудить себя никакому действию, и тебе все в этом мире становится все равно. Тест на проверку состояния напочника. Помимо вот этого опросника, вы можете сделать один, наверное, из самых распространенных, это тест на постуральную гипотензию Роглана. Вы можете его сделать таким образом. Легли, полежали спокойно, успокоились, там 10 минуточек в горизонтальном положении, измерили свое давление. Дальше вы встали, измерили в этом состоянии тоже свое давление. Если у вас происходит изменение ртутного столба артериального давления больше, чем на 10 миллиметров, то здесь нужно уже смотреть. То есть обычно, если вы в сильной стадии истощения, у вас давление упадет, хотя оно, по идее, должно возрасти. Вот, поэтому здесь посмотрите на этот тест. Это очень показательный тест. Чем, собственно, сильнее вот этот гэп, ну, различие, да, тем хуже будет ваше состояние. Что касается теста доктора Ройера на сжатие зрачка, вот как про стресс я сказала, что есть непереносимый свет и появляется. Зрачок тоже, он расширяется и сужается на, собственно, свет. Это для нас стресс, и он реагирует. То есть у нас тоже кортизолы реагируют или не реагируют. Если у нас зрачок не может сузиться при этом тесте, начинает расширяться, сужаться вот так, это значит, что, ну, где-то там первая, вторая может быть стадия. Если зрачок расширился, расширенный, точнее, остался и плохо сужается, и даже, ну, как бы, может быть, пытается сузиться, но прямо до конца сузиться не может, то это, скорее всего, какая-то либо 2, либо 3А. И дальше, если зрачок, чем, ну, как бы, если он остается расширенным уже, то это вот уже какая-то стадия 3B, 3C, 3D, да. То есть здесь мы уже говорим о тяжелом совсем состоянии. То же самое с линией с арджента, да. То есть мы проводим, опять-таки, это тоже про реакцию кортизола на восстановление, да. Проводим линию, так как кортизол у нас должен быстренько на это среагировать. Если белая линия на коже осталась, не покраснела, повод задуматься, да. Эти тесты можете проделать, они вот, собственно, есть у вас. Можете их загуглить, не знаю. Что нам делать в этом случае? Так, лечение синдрома усталости на почеках на любой стадии. Неважно, да. То есть мы устраняем источники стресса. Это самое-самое важное. Поэтому я уделила особенное время разговору про источники стресса. Надо посмотреть, как минимум, нужно пойти и сдать и посмотреть, есть ли воспаление. Можно просто хотя бы общий анализ крови сдать и посмотреть повышенный, пониженный моноциты, лейкоциты, да, там, базофилы и так далее. Посмотреть, что с соей происходит. Как правило, на стрессе, на истощении всегда поднимается плохой холестерин, глипопротеиды низкой плотности. Также еще повышаются триглицериды, да. То есть есть вот показатели явно, что происходят какие-то изменения. Если у вас, например, цириактивный белок или сои показывают, что они повышены, например, да, или там ферритин супервысокий, то есть какие-то белковые вот эти показатели воспаления, то здесь вам нужно обязательно искать причину, где она, в чем, да, какая у вас вирусная, бактериальная инфекция, грибковая, и работайте на устранение какой-то вот такой инфекции. Завершение цикла стресса. Про что это? Это про больше, естественно, психоэмоциональное состояние, когда у нас стресс входит. То есть как это было раньше. Например, охотник охотился, бежал, 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 поймал добычу, съел, расслабился, отдохнул. Охотник после того, как он догнал, не знаю, там, своего мамонта, он не бежит сразу же за следующим мамонтом. Он берет время для того, чтобы разделать, поесть нормально, отдохнуть, выспаться, привести себя в порядок. И пока там не приспичит, за следующим мамонтом он не бежал. Это значит, что у нас есть определенный цикл. Активация гипоталамуса. Дальше у нас происходит вся эта, ну, как бы, цикл стресса, да, то есть раз у нас выработался кортизол, мы его реализовали каким-то образом. Да, про реализацию тоже есть такой момент, что если вы находитесь, например, в остальном стрессе, то хорошо его прям реализовать. То есть пойти там побегать, пропотеть как-то, помахать руками, просто, ну, то есть дать через тело реализацию. У вас он выработался, и, как бы, ну, тело не понимает, что это просто начальник на вас наорал. Раньше нужно было драться, либо бежать. Поэтому, в принципе, обе стратегии помогут, если вы после того, как на вас наорал начальник, надели кроссовки и пошли в парке хотя бы погуляли, да. Такой вариант тоже может быть. То есть реализовывать эмоцию обязательно, если нет возможности реализовывать эмоционально, там, через написание, нейрографику и так далее. Что касается именно завершения, то после стресса любого очень важно правильно отдыхать. Что у нас происходит? У нас дома стресс, там ребенок заорал, сад не отвел. Днем у нас там много стресса на работе, который вообще никак не заканчивается. Дальше мы сели в маршрутку или в машину, или в метро, там, нам наступили на ногу, мы встряли в пробку или еще какая-то история произошла, вернулись домой, там, муж разбросал носки, и все, коллапс, да. Ну, то есть как бы у нас этот стресс просто не заканчивается, поэтому важно делать технические перерывы ежедневно. И вообще лучше всего делать прям каждые два часа такие остановки и вот завершать. Или вы там закончили, не знаю, написание какой-нибудь сложной лекции, продукта или еще чего-то, провели какую-то встречу, вы не вскакиваете в новую встречу. Вы завершаете эту встречу, вы пошли, подышали, погуляли, 10 минут сделали перерыв, сберегли себе себя. И после этого, конечно, важно восстановление, да. Если в течение дня вы себя поддерживали, то хорошо, но в любом случае во всех религиях, во всех культурах всегда есть хотя бы один святой день отдыха. Шаббат в субботу, у крестьян воскресенье, да. То есть это дни, когда мы ничего не делаем, кроме того, чтобы направить там на рефлексию, на отдых, на общение с близкими людьми, на восстановление там приятной эмоции, тактильной и так далее, да. То есть здесь это очень важный аспект. Пример, например, голубых зон долгожителей как раз показывает, что вот их возможность полежать на сиесте и в воскресенье у всех там это святое день, у всех ритуалы, там церкви и разного рода духовные практики показывает, что это дает возможность людям жить до 100 лет, собственно, без бед, при том, что они пьют винишко, курят сигары и вообще себя шикарно чувствуют при этом. Устранение токсинов. Здесь этот фактор может быть связан с тем, что, например, есть накопление ртути. Часто, Аня, но как раз связано с почками. Здесь можно сдать анализ на тяжелые металлы, по волосам, ногтям, например, и посмотреть, что сделать самостоятельно. Я бы точно не рекомендовала никакое хилатирование делать, но как такое, то есть нужно обратиться обязательно будет к специалисту, самостоятельно мы ни в коем случае это не делаем. Но можно, например, если нет иммунных заболеваний, то на такой более-менее регулярной основе пить хлорофилл, тоже как вариант. Избегание негативного мышления. Длинная, большая тема, но я думаю, понятно, про что. Это про постоянную критику, негативные разговоры с собой, чувство тревожности, чувство вины и так далее. То есть мы этот стресс сами внутри себя прогоняем. Может быть, все идеальные условия внешние, а внутренние мы чувствуем какую-то тревогу, которую нам кто-то передал зачем-то. Питание здоровой пищи, правильные физические нагрузки. Опять-таки не перегружаемся, но физическая нагрузка должна быть ежедневная. Идеально подойдут восстановительные, такие, то, что называется, иньские практики. Прогулки, плавание, какие-то больше как эмбодимент или экстетик дэнс, танцы. Это обязательно туда входит цигун, например, тайчи. Это мягкая йога. Не йога 23, да, какая-нибудь, а такая мягкая йога, пилатес, растяжки. Вот это все, это будет для вас приятно восстановительно действовать. Ну и постепенно с восстановлением уже, конечно, хорошо подключать и там силовые нагрузки и так далее. Но здесь вы сами смотрите. Если у вас поднимается пульс до 120, когда вы просто идете пешком, то никаких вам активных нагрузок нельзя. Да, вы понимаете почему? Потому что у вас слишком активная реакция. Суперфуд, сон. Да, сон самое вообще важное, что вы можете сделать для себя. В момент, когда я восстанавливалась, я спала по 15-16 часов. Мне заняло это полгода, чтобы вот выспаться. Поэтому не доводите себя, пожалуйста, до крайних состояний, когда нужно будет полгода по 16 часов спать. Можно спать 9 часов каждый день, ложиться в 10 часов вечера. Самое продуктивное время для восстановления всех наших органов, особенно печени, которая очень много делает работа для нас, особенно в момент стресса, время печени с 11 до часа. Да, это вот очень важный момент. И мы восстанавливаемся глубже. Для нас важно, чтобы достаточно выработалась мелатонина, чтобы мы выгрузились в глубокие фазы сна. Если мы это не делаем, если глубокие фазы сна недостаточно длинные, их мало, не хватает, и чем ближе к утру вы засыпаете, тем короче эти фазы сна, глубокие фазы сна, которые для нас самые важные, целительные. Чем раньше вы легли спать, тем более длинные эти глубокие фазы сна, тем быстрее мы и качественнее восстанавливаемся. Поэтому критично важно ложиться до 10-11 часов вечера спать. Спать хотя бы 9 часов, если вы чувствуете усталость, если вы чувствуете себя уже классно, все, вы космолет, то по идее 7,5 часов вам будет достаточно, некоторым там и может быть 6. Зависит тоже опять-таки от качества сна. Продукты, которых нужно избегать, это кофеин, все виды стимуляторов, сахар и подсластители, токсины, алкоголь, сигареты из фастфуд, гидрогенизированные масла. Понятно, мне кажется, здесь продукты, полезные для здоровья. Здесь опять-таки акцент про то, что я в самом начале сказала, так как холестерин, это у нас основа работы эстероидных гормонов. И что у нас происходит еще? Почему, например, у нас происходит анавуляция, когда у девочек исчезают месячные, исчезает овуляция, появляются синдромы ПМС. Потому что у нас происходит такой называется синдром обкрадывания прегненолона, когда у нас вот прегненолон, это такая мать гормонов наша, ей как бы, вот этой матери нашей, ей все равно, какому детски отдать. И вот считайте, что кортизол это самый беспокойный ребенок, которому больше всех надо. И вот этот ребенок, которому больше всего надо, он все время, как бы он самый важный. Потому что, ну, он то там это, то это разобьет, здесь порежет, здесь я не знаю. И у нас система так устроена, что, скорее всего, у нас прегненолон пойдет на образование кортизола. Чем больше мы в стрессе, тем больше мы кортизола даем. Тем самым мы обкрадываем, например, выработку тестостерона, прогестерона, да, всех там, ДГА, нашего антистрессового гормона. То есть, как только у нас кортизол постоянно нам необходим, потому что мы в стрессе, у нас снижается выработка всех наших важных гормонов, и у нас происходит эстрогенодоминирование. Эстрогенодоминирование это основа всех гормональных болезней в целом для женщин, да, то есть все миомы, фиброзные кисты, эндометриоз, рак молочных, желез, рак матки и так далее, он возникает, как правило, в большей степени из-за эстрогенодоминирования. Эстрогенодоминирование ведет к ПМС, ведет к головным болям, ведет к болезненным менструациям и так далее. Поэтому здесь, конечно, очень важно поддерживать, чтобы у нас, по крайней мере, на выработку хватало этих полезных жиров. Понятно, что полезные жиры у нас в большей степени все равно так или иначе синтезируются печень, но мы печень можем поддержать собственно таким образом. Правильные жиры кокос, оливковое масло, авокадо, нам также будет нужна еще морская соль для восстановления надпочечников. Крестоцветные овощи это просто топ по содержанию и клетчатки, и такого компонента, как глутатион, он очень нам необходим для восстановления и для кишечника, и для печени, и для восстановления надпочечников. Жирная рыбка, белок типа цыпленка или индейки, орехи, тоже вариант белка, семена и так далее. Морские водоросли, как у нас будет источник, йода, в которой мы тоже будем в дефиците находиться, зелень будет содержать, калий, магний, то, что нам очень сильно нужно, так же, как и орехи. Магний у нас вообще всегда расходуется на стрессе первым делом, поэтому, если бы меня, не знаю, вправили какую-то стрессовую поездку и сказали, возьми один компонент, ну, из поддерживающих, я бы точно взяла с собой магний. И медленные углеводы. Мы не можем себя заставить голодать, то есть, как только мы начинаем голодать, это тоже дополнительный стресс, и наоборот будет стимулироваться еще больше у нас кортизол, поэтому медленные углеводы нужны правильные, не вот печенюшки, там, сахарок, шоколадочки, а правильные. По стадиям. Стратегия. На стадии один, на стадии тревоги не поддаваться на возбуждение, и второе дыхание давать своей системе отдохнуть от стресса, да, то есть, вот на вот этой эйфории мы все-таки не типа, я сейчас там допишу, доработаю, все-таки нет. Режим, забота о себе важнее. Соблюдаем свои циркадные ритмы и не пропускаем ни ежедневный отдых, ни более длительный, хотя бы один раз в день полноценный отдых перезагрузка. Перезагрузки могут быть просто дыхательные практики, медитации, прогулки, написание дневника, все что угодно, как вам нравится. Стадия два. Питание. Здесь уже у нас сильно будет влиять питание, как правило, оно должно быть поддерживающее вот то, что я выше перечислила, достаточно чистое. Мы убираем стимуляторы максимально в этот момент, хотя их очень хочется. И есть такая вот тонкий лед, это зависимость от алкоголя, потому что у нас возникает тревожность, мы не успеваем, у нас недостаточно ресурса энергии для выполнения всего. Как правило, возникает еще некое чувство вины, а чувство вины, оно вообще очень хорошо подходит к термированию вообще людьих зависимостей. Поэтому здесь у нас еще повышается тревожность, а чтобы с тревожностью справиться, нам, как обычно, как правило, нужна гамма-аминомасляная кислота, либо габа еще его называют, для того, чтобы затормозить себя вечером и уснуть. То есть возникает такой синдром, когда мы в 9 вечера супер уставшие, а уснуть не можем, потому что у нас как будто вот кортизол продолжает вот там что-то там делать свою работу, то есть он не понижается, когда нам нужно, и мы не можем заснуть вовремя, не можем отдохнуть, и кажется, что вот сейчас я выпью бокальчик винишка, и я буду спать. И действительно, после бокальчика винишка ты вроде бы как бы расслабляешься, потому что алкоголь, он активирует рецептор гамма-аминомасляной кислоты, и мы как бы более чувствительны к ней становимся, и вот мы там раз и обмякли. Но проблема в том, что обычно никто на одном бокале не останавливается, во-вторых, алкоголь стимулирует гипогликемию. Что это значит? Что если вы выпили, например, бокал вина, даже сухого, а тем более, если это бокал пива или еще какой-то высококалорийного такого напитка, в случае пива еще высокоуглеводного, то, скорее всего, вы проснетесь в 4 утра, потому что у вас будет падение глюкозы очень серьезное в этот момент, и кортизолу придется вас разбудить в 4 утра для того, чтобы вы проснетесь вы пошли, чего-то там съели, поели, и вот это утреннее такое сильное чувство с сосущей подложечкой, вот состояние, что надо что-то съесть, иначе не усну, оно как раз говорит о том, что вы либо переели углеводов вечером, либо алкашки у вас как-то не очень хорошо вам не зашла. Вот адаптогены. Можем на второй стадии спокойно использовать адаптогены, например, радиола розовая, ашваганда, чаще всего они используются, но это может быть, например, чай в виде тулси, священный базилик, это могут быть еще какие-то адаптогены, хорошо входят туда, например, грибы, тоже они обычно помогают, чага, кардицепс и так далее, которые еще сверху поддерживают иммунную систему. Витамины и микроэлементы, магния нам в первую очередь нужен, поддерживающая доза магния стандартная, это 400 миллиграмм, в случае, если прямо сильный стресс, то можно потихонечку его там увеличивать периодически. Вот, нам нужны будут витамины группы В, обязательно витамин Д, цинк, селин, энзимы. Энзимы нам нужны для того, чтобы помочь пищеварению, потому что оно снижается, как я вам уже рассказывала, все на периферию уходит, и у нас начинает страдать желудочно-кишечный тракт, поэтому мы подключаем энзимы, можно подключать и про- и пребиотики. Вот, к энзиму-10 нам нужен для энергообмена, для того, чтобы просто поддержать его. Вот, ну и омега-3, как тоже такой источник полезных жиров у нас, да. Аминокислоты, гамма-аминомасляная кислота, вот габа, либо 5-HTP, опять, трептофан, который поможет нам чувствовать себя более спокойно, то есть работать и с тревожностью, и работать и с депрессивными состояниями, да, то есть габа у нас для тревожности, трептофан, опять, HTP для депрессивных боли и состояний. Вот, но вообще, если не хочется ничего пить, классно утром выходить гулять, да, то есть, например, для выработки серотонина нам нужен утренний свет, солнце, утром вышли, до работы 15 минут погуляли, взяли с собой кипяточек, прогулялись вокруг дома, все, солнышко приняли, классно, вместо того, чтобы сесть в машину, прогулялись там до работы, если даже это полчаса, там 40 минут прогулка, вообще идеально, вот, серотонинчик начинает вырабатываться, потом мелатонин, вы лучше себя более стабильно чувствуете в течение дня, легче засыпаете ночью. Вот успокоительные травы на ночь, то есть появляется уже, да, это чувство тревоги, сложно заснуть бывает, мята, мелиса, лаванды, вообще арома масла очень хорошо действует, масло ладана, лаванды, например, у меня всегда есть датеровское прекрасное лавандовое масло, которое я прямо капаю на подушечку себе и вот с ним сплю. Вот, дополнительные способы активации парасимпатической нервной системы, вообще, очень хорошо парасимпатику активирует глубокое диафрагмальное дыхание, то, что называется дыхание там 4-6 или 4-8, то есть мы вдыхаем на 4, выдыхаем на 6, либо вдыхаем на 4, выдыхаем на 8, у нас образуется большое количество углекислого газа, мы расслабляемся, нам становится легко, хорошо, у нас активируется парасимпатическая нервная система. Вот, вообще, прям советую на стадии 2 найти возможности пойти подышать, дышать у джая, дышать глубоким диафрагмальным резонансным дыханием, можно использовать ступенчатое дыхание и так далее. В общем, есть много-много разных способов, но в целых вот такая гипоксия, она будет активировать парасимпатическую сеть, можно делать массажики живота, работать с диафрагмой, чем более расслабленная диафрагма, тем лучше для нашей парасимпатики, для наших органов пищеварения и так далее. Ну, а вообще, любые стимуляции, обнимашки, массажики, акупунктура, иголки, праноматы, вот эти все аппликаторы Кузнецова, Липко, это все будет хорошо работать. Утром встали, постояли ножками, вечером легли, на спинку полежали. Стадия 3, А3, Б. Все стратегии, как для стадии 2 у нас, да, плюс к этому, могут добавляться определенные препараты. Например, если уже упал ДГА, то здесь могут назначаться врачом, либо натуропатом ДГА, например, либо назначаются там поддерживающие, если начался там явный гипотериоз, то препараты для поддержки щитовидной железы. Скорее всего, на этой стадии уже есть какие-то дефициты, может развиваться анемия, например, и так далее. То здесь мы компенсируем уже дефициты. Ну, и здесь в любом случае на стадии уже 3А я бы 100% вам бы рекомендовала обращаться к поддерживающему специалисту. Вот. Очень важно поддержать желудочно-кишечный тракт, поэтому подключаем обязательно ферменты про пребиотики, вот синобиотики, метабиотики. В общем, все, что найдете, то подключайте, если не знаете, кому идти или у вас некому идти. Поддерживайте себя обязательно вот таким образом. Вот. Ну, и в стадии СД я бы точно сама бы уже бы я просила помощи 100%. Я просила помощи. То есть мне пришлось вместе в клинике провести у нейрофизиологов как раз для стимуляции вот парасимпатики там электроимпульсами и так далее. То есть здесь уже серьезная восстановительная идет история и потом еще восстановление через компенсацию дефицитов, восстановление желудочно-кишечного тракта и так далее. То есть там очень объемные, как бы, объемная работа происходит. Вот. Давайте поотвечаю на ваши вопросы.